Некоторое время назад на нашем канале выходил ролик, в котором мы рассказывали о том, что относится к процессу печати документов, бумаги и прочего. Мы рассказывали о том, какие бывают типа бумаги, какие бывают типа печати, чем они отличаются, какой дешевле, какой дороже, какой выбор, какой устойчивее. В общем, там было все подробно разложено, и если интересно, посмотрите этот ролик. Ссылка будет в описании к этому видео. В этом ролике мы поговорим об МФУ и принтерах, о том, как их выбирать и на что обратить внимание. Поэтому давайте обсудим это. Не будем долго откладывать, потому что у нас впереди еще 14 пунктов, каждый из которых надо обсудить. Добавлю только, что когда досмотрите это видео, обязательно подпишитесь на наш Дзен, там очень много всего интересного, разные статьи, советы, рекомендации, подборки. И на наш Телеграм-канал, там тоже всегда есть что почитать, и мы всегда будем вместе с вами рядом в вашем смартфоне. И да, любые гаджеты, принтеры и тому подобное можно купить в магазине XCOM Shop по очень привлекательной цене. А теперь начинаем. В начале будут немного банальные советы, дальше перейдем к более серьезным и интересным вещам. И первым советом будет определиться, что вам вообще нужно. Черно-белая или цветная печать. У черно-белой есть свои преимущества. Такие принтеры часто стоят дешевле, и они быстрее работают. Они хорошо подойдут для офисов. Цветные модели лучше покупать для дома, потому что иногда нет-нет, да надо бывает распечатать какую-нибудь фотографию или цветной документ. Поэтому определитесь, что вам нужно, и только после этого уже начинайте выбирать МФУ или принтер, который вы хотите купить. Струйный, лазерный, твердочернильный и другие типы печати. Их существует довольно большое количество. И перед тем, как покупать себе новый принтер или МФУ, нужно определиться с тем, какой тип печати вам больше всего подходит. Сейчас мы не будем подробно о них рассказывать, потому что все это было в предыдущем ролике. Опять же, ссылка в описании, посмотрите, там все подробно рассказано. Но это важно, потому что это влияет как на качество печати, так и на стоимость, на скорость и на многие другие показатели, включая надежность. И поэтому это обязательно надо иметь в виду. Следом, сразу после того, как вы поняли, цветное или черно-белое устройство вам нужно. Следующим важным пунктом будет определиться, какой формат бумаги вам нужен. Как правило, это А3 и А4. А4 это обычные стандартные листы, к которым мы привыкли. Они маленькие. А3 в два раза больше. Но имейте в виду, что на принтерах, которые поддерживают А3, напечатать А4 можно. А если вы купите себе компактный принтер с А4, то А3 вы из него уже никак не получите. Да, модели с А3 стоят дороже, они больше, но у них есть свои преимущества. Например, если вам надо печатать какие-нибудь огромные таблицы или чертежи. В этом случае только А3. Ну, опять же, если берете его для офиса. Для дома, наверное, все-таки целесообразнее покупать А4, потому что он компактный, он более дешевый. И редко вы дома будете печатать что-то действительно огромное. Еще один вопрос, который мне довольно часто задают, это МФУ или принтер. Я на него всегда отвечаю МФУ, потому что если раньше МФУ были достаточно дорогими, то сейчас они практически сравнялись по цене с принтерами, но это гораздо более функциональное устройство. Поэтому оно и называется многофункциональное устройство. И даже если сейчас вам не нужен сканер, вам не нужен ксерокс, все равно лучше купить устройство с запасом, потому что в будущем это может пригодиться. Особенно учитывая, что вы переплачиваете всего немного, если вы вообще переплачиваете, а получаете три или четыре устройства в одном. Это большой бонус, поэтому я всегда рекомендую брать именно МФУ. Следующие четыре пункта будут касаться обозначений. Это маркировка в названии модели. И это очень важно. Это четыре буквы, которые надо иметь в виду. И первая из них это N. Это сетевые принтеры, которые могут работать в сетевом режиме. Как правило, такие хорошо подходят для больших офисов. Если у вас много людей, подключается к этому принтеру. Он, допустим, стоит один на этаж или на большой кабинет. В этом случае вы можете даже задавать правила. То есть, чтобы одни работники могли печатать все подряд, другие не могли печатать определенные типы документов. Или чтобы для каждого пользователя шла подача из своего лотка и тому подобные параметры. То есть, все можно настраивать. Но самое главное, доступ к единому принтеру будут иметь все сотрудники, которых вы включите в список, чтобы они могли им пользоваться. Если вы покупаете принтер всего лишь для одного пользователя, то обращать внимание на букву N в маркировке особо не стоит. Просто берите обычный принтер, который подключается по USB. Его вполне хватит. Следующая маркировка касается дуплекса. И обозначается она английской буквой D в названии модели. В этом случае вы сможете печатать на одном листе с двух сторон. Это очень удобно и полезно. Особенно, если вы, например, печатаете большое количество листов бумаги, и вы можете напечатать это с двух сторон. Таким образом, вы сэкономите количество листов в два раза. Плюс некоторые документы подразумевают обязательную печать с двух сторон. И в этом случае никуда не деться без дуплекса. Вам придется вставлять листы вручную каждый раз. Это совершенно неудобно. Как правило, маркировка относится к моделям, которые печатают на формате А4. В моделях А3 формата там уже, как правило, дуплекс встроен, и он всегда есть, и там этих маркировок нет. Поэтому к компактным принтерам, если есть буква D, там есть дуплекс. Если вы хотите печатать документы без проводов со смартфона, планшета, ноутбука, настольного компьютера или любого другого устройства, подключенного к Wi-Fi сети, офисной или домашней, то нужно смотреть, чтобы в названии принтера или МФУ была маркировка W. Это означает, что внутри установлен Wi-Fi, который и позволяет подключиться к нему по беспроводному протоколу. Очень удобная функция, особенно для домашнего использования. Четвертая маркировка, о которой мы говорим, это буква F. Догадались, что она означает? F, то есть фантомас! Это факс. Не во всех моделях он есть, но в дорогих моделях МФУ, как правило, есть факс. Да, им мало кто пользуется, но его продолжают выпускать, и еще какое-то время он будет выпускаться. Поэтому, если вам он по каким-то причинам нужен, знайте, что буква F – это факс. Тут сделаем небольшую паузу и разберем приведенные маркировки на примере. Возьмем МФУ HP LaserJet 137FNW. Из названия сразу видно, что этот аппарат поддерживает функцию факса. Он сетевой, поскольку у него есть буква N, и у него есть встроенный Wi-Fi. То есть задачи печати на него можно отправлять с любого устройства, подключенного к Wi-Fi сети. Вот так все просто. Запомните эти четыре буквы, и вы разберетесь в основных характеристиках любого принтера, просто посмотрев на название его модели. Идем дальше и переходим к девятому пункту. Тут у нас будет скорость печати. И нетрудно догадаться, что если вы заходите в характеристики принтера или МФУ, и там написано 25 листов в минуту, то он будет печатать 25 листов в минуту. Высокоскоростными устройствами считаются те, которые печатают 45 листов в минуту и более. Но, как правило, средний диапазон это примерно 30-35 листов в минуту. Это вполне достаточный показатель для офиса, чтобы вы могли даже большое количество листов бумаги напечатать достаточно быстро. Но по статистике многие люди не обращают на это внимание и не зацикливаются на количестве листов в минуту. Хотя это важный показатель. Если вы знаете, что печатать будете много, лучше заплатите побольше и купите ту модель, которая печатает быстрее. Следующий показатель, на который надо обратить внимание, но который многие почему-то постоянно игнорируют, это нагрузка. Многие недооценивают важность этого и просто покупают самый дешевый принтер и постоянно на нем печатают. И за дня в день, лист за листом. В итоге у него сгорает плата или выходят из строя какие-то узлы. Это обязательно надо учитывать, потому что ремонтировать его будет дороже, чем сразу купить чуть более дорогой принтер с чуть более высокой надежностью. Максимальная пиковая нагрузка это объем печати в течение месяца, превышение которого ведет к значительному удорожанию стоимости владения и нестабильному функционированию печатной техники. Выходят из строя барабаны, ленты и другие узлы. Если постоянно печатать в таком режиме, техника очень быстро выйдет из строя. Но есть еще и рекомендуемая месячная нагрузка. Это объем печати, который используется для определения лимита гарантийного пробега в месяц. Если сказать проще, то это количество страниц в месяц, которые может напечатать аппарат, чтобы работать без поломок. При выборе печатающего устройства стоит обращать внимание именно на рекомендованную нагрузку. Да, часто она бывает существенно ниже, чем максимальная, но только так, только печатая в рекомендованном режиме, иногда его немного превышая, вы гарантируете своему принтеру, что он будет работать долго и вам не придется каждый месяц его ремонтировать. А ремонтировать его дорого. Немного поговорим об экономике. Важная вещь это расходники. Когда вы покупаете себе печатающие устройства, вы должны понимать, что рано или поздно в нем кончатся картриджи, и их надо будет заменить. Если МФУ или принтер поддерживают только оригинальные картриджи, то, как правило, это стоит очень дорого. Поэтому озаботьтесь сразу тем, можно ли туда установить сторонние или нельзя. Даже если вы не будете пользоваться сторонними и уверены, что будете покупать оригинал, все равно пусть лучше будет такая возможность, и сторонние производители, типа Кактус и других, выпускают подобные картриджи. А еще лучше иметь систему непрерывной подачи чернил. В этом случае вы вообще лишитесь каких-либо проблем. Просто подливаете из баночки в нужный контейнер чернила, и принтер сам работает. Вообще красота, не надо ничего менять, и стоит это очень дешево. Покупая принтер или МФУ для офиса, нужно понимать, что пользоваться им будут абсолютно разные люди, с абсолютно разным уровнем знания техники и привычками. Поэтому надо покупать такое устройство, которое будет простым и понятным. Да и даже просто для дома, покупая какой-то гаджет, нужно сделать так, чтобы оно было простым. Поэтому посмотрите обзоры, почитайте о них информацию, да и просто посмотрите на фотографии верхней панели опечатающего устройства. Если там кнопок, как на пульте управления из NASA, то это плохая идея его покупать. А если там буквально несколько кнопок, в них и ребенок разберется. Этот определенно японский. А японцы простой техники не делают. Покупая МФУ для дома, многие думают, что можно купить самый дешевый аппарат, и он будет отлично работать. С одной стороны, это верно, особенно если вы очень мало печатаете. Вам достаточно какого-нибудь действительно недорогого устройства. Но лучше все-таки купить для дома что-то такое более расширенное, потому что домашнее устройство, оно, как правило, должно быть еще более многофункциональным. В офисе в основном печатаются черно-белые, редко цветные документы. Для дома хорошо бы иметь возможности фото печати, чтобы время от времени напечатать какую-нибудь фотографию. Работать с фотобумагой, со стикерами и тому подобным. В домашнем принтере это действительно важно, и такие функции пусть лучше будут. Посмотрите по цене. Если разница для вас не критична, то лучше купить устройство, у которого будут более широкие возможности. Рано или поздно это может быть пригодится, поэтому лучше пусть будет, чем не будет. И последний пункт. Не стоит ориентироваться только на стоимость. Многие считают, что если у них есть бюджет на принтер, например, 30, 50, 100 тысяч рублей, надо просто прийти в магазин, поставить вилку 5000 в каждую сторону и купить то, что вам подходит по цене. Этот подход в корне неверный. Сначала определитесь, что вам нужно. Какая у вас нагрузка, какая у вас будет печать, сколько у вас бумаги, нужна ли вам фото печать, нужна ли вам цветная печать, какой формат бумаги, А4, А3. Выберите все это, поймите, какое устройство вам нужно. После этого смотрите цены. Как правило, вы получите несколько моделей с довольно широким разбросом ценового диапазона. И вот здесь уже выбирайте то, что вам подходит. Если ваша цена попадает в эту вилку, отлично. Если нет, то может быть имеет смысл все-таки немного добавить и купить устройство подороже, потому что оно вам больше подойдет, а оно дольше прослужит. И вообще оно будет более качественным. Поэтому не зацикливайтесь на цену. В первую очередь рассматриваем именно характеристики. На этом у меня на сегодня все. Впереди у нас будет еще одно очень интересное видео про печатную технику. Там мы будем говорить про более серьезные устройства, которые подойдут для таких мест, как типографии, офисы большие и тому подобное. И там будут даже рассказы про плотеры и про то, что это такое, как их выбирать и на что обратить внимание. В общем, короче, будет интересно. Поэтому, чтобы не пропустить это видео, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Ну, а за это видео поставьте нам лайк. Нам будет приятно, если вы это сделаете. И, конечно, напишите в комментариях, какие принтеры вы выбираете, как вы сталкивались с этим. Может быть, вы когда-то выбрали не тот принтер и ошиблись, и хотите посоветовать нам, чтобы мы избежали этих ошибок при покупке. В общем, все там в комментариях. Давайте обсудим это. Ну, а пока у меня на сегодня все. До новых встреч. Скоро увидимся. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok